Детроит Бекам Хьюман Седьмое ноября 2038 года Это Кара? Зима уже наступила, кстати Нет, кто-то на машине едет А, Кара Точно у них же есть новый андроид Забыл, как это зовут Лютер Нейтральный Алиса, близость Так, а мы можем смотреть Так, машина С ней поговорить не можем Хорошо, давайте поговорим с Лютером Машина, пункт назначения Расстояние погода Пункт назначения А к кому именно мы едем? Откуда ты про них узнал? От андроидов Плену у Златка Есть люди, которые переправляют наших через границу А вдруг это ложь? Еще одна ловушка Я знаю, что те андроиды в это верили Пока Златка их не убил Так, с ним поговорить Так Машина Повезло, что у Златка есть машина Алиса не дошла бы по такому холоду Заметил ее в гараже Даже не знаю, ездил ли он на ней Какое расстояние? Далеко нам еще? Еще час или около того Обнаружена неисправность Аварийное торможение Ну вот же, блин Походу, приехали Зачем меня спросили? Похоже, дело плохо Посиди в машине Так, выйти Кто-нибудь умеет двигатель ремонтировать? У вас вроде как программа Может ты? Ты вот кем был? Может у тебя есть программа? Специальная, бита О, там что-то горит, походу Перегрев Слушай, надо, наверное, снега покидать Я вот Не знаю Видимо, пешком идти Так вот Могу, Алиса не дойдет Значит, надо искать ночлег Могу точно сказать, что здесь ночевать негде Дрова рубить Ну и чего ждем? Пошли исследовать Стоять тоже не вариант О, там знак есть какой-то О, что-то надо найти Так Так Пираты с Коны Тракционша какой-то Вон там А не что-то, что мы Алису как бы одну машину А Уже взяли Ясно Надо найти убежище Спец... Так Надо посмотреть карту Так, смотрим, что-то у нас тут есть Так Американские горки Ммм, надо что-то вроде дома с привидениями или типа того искать Только тут непонятно Вот, смотрите, есть домик какой-то Недалеко Так, справа от горок И там еще у нас типа лодка какая-то должна быть Хорошо, есть ли тут еще дома? Мы вот в центре находимся Тут есть дом Шатер И еще непонятное строение, похоже Так, справа у нас небольшие палатки Так И все Попкорн Попкорн есть Возможно, там остались запасы попкорна И это будет служить едой для Алисы Андроиды не едят, поэтому им не нужно искать еду Но Попкорна, думаю, хватит для Алисы Так, смотрим, что у нас тут есть Палатки все закрыты, хорошо Есть дрова, кстати Так, давайте посмотрим Возможно, здесь Андроид Девиант живет Поврежденная структура Небезопасно Так, ну по идее я знаю, где можно ночевать Надо нам направо идти Небезопасная структура Для Алисы тут слишком холодно Надо искать закрытые помещения Это я сразу знал Надо здание Я, короче, посмотрел Блин Алиса, наверное, мёртв сейчас начнет Поэтому надо быстрее искать Причем тут как бы ограниченного времени нет Наверное, количество попыток О, смотрите, там кто-то есть Андроид, наверное, отключен А, блин, тут же у нас Берегись Опасность всегда Покрадывается незаметно Так, это Андроид Андроид отключился, походу Замерз Аккумулятор с вами, или что? Так, ну-ка, давайте посмотрим Тут получше видать, кстати А, нет, так же плохо А, горячая еда Ну вот дом с привидениями, наверное Больше никак Замерз Андроид Приветствую вас на пиратском острове Мы здесь всегда рады гостям Приветствую вас на пиратском острове Мы здесь всегда рады гостям Так, ладно, пойдем дальше Так, здесь надо Проходить Осторожно Может быть Уйдет клетка А может на пиратский остров Действительно нам надо идти Все-таки у него датчик был красный Может там девианты живут Ну, по идее С другой стороны Девиантам как бы Еда не нужна И тепло тоже не нужно Хотя Они как машины Тоже замерзают Внутри вроде никого Надо посмотреть Так, это сломать мы не сможем А, сможем? Я думал мы сейчас этого Лютера попросим Он же громилу Дай-ка я Он этот, наверное, в каком-нибудь заводе был Андроидом Ну, то есть работал Тяжелую работу, короче, выполнял А вот пинать дверь было бы не обязательно Если повредишь дверь, то Она закрываться не будет И будет куда холоднее внутри Вряд ли мы найдем что-то лучше Будем ночевать здесь Я разведу огонь Так, читать Самое время, чтобы почитать книгу Детройт Пропала Айова ВМС США Последний раз подлодка выходила на связь С Северным Ледовитом Океане Так, Канада Страна, где воздух чист И где гостей встречают с просертыми объятиями Откройте для себя Пейзажи Так, откройте для себя Приводу Откройте для себя Канаду Подлодка Так, подлодка-истребитель Айова ВМС США пропала в полярных водах Ведется расследование Однако, президент Ворон не стала скрывать, что подозревает в причастности русских Российская агрессия вышла на новый уровень Америка должна на это ответить Так, помимо краткого отрицания какой-либо причастности к происшествию Кремль пока не выпустил никаких заявлений Хотя российский дипломат Так, на боков Подчеркнул, что американской подлодке Так, истребителю Все равно нечего делать в Арктике Специалист по безопасности Бен Уильямс Аккортиризовал ситуацию как войну, готовую начаться А, как Как войну, готовая начаться Так, президент Ворон в сговоре с Киберлайф Поп-группа андроидов имеет все шансы взять приз Фанаты ликуют традицион... Так, традиционалисты рыдают Так, эксперт по кибербезопасности предупреждает Вашего андроида могут взломать Угу, может все эти девианты это причина того, что их взломали хакеры Так, сервис C Новый бойбенд Продвигаемый детроидской звукозаписывающей компанией Digital Harmony Так, считается главным кандидатом на получение премии Лучший новый исполнитель На предстоящей церемонии вручения музыкальных наград Так, Celebrated Music Немногочисленные... Немногочисленные оставшиеся рекорд... Рекорды... А, рекорд лейбл... Рекорд лейблы, работающие только с людьми Написали совместное открытое письмо В котором потребовали от Digital Harmony Исключить группу из числа номинантов на награду Поскольку это подрывает художественную ценность музыки Но, учитывая, что на долю музыкантов-людей Теперь приходится менее 5% рынка Призыв традиционалистов едва ли возымеет действие Как заявил представитель группы Сервис C дарит радость и счастье своим фанатам Для них важна только музыка и больше ничего На самом деле музыка им не важна Потому что андроиды, они сорнок Мне кажется, они как идеально играют Я там смотрел, в общем... Ну, даже... Можно, как сказать... Вот смотришь, например, когда играет настоящий человек На каком-нибудь музыкальном инструменте Ты сорно слышишь какие-то неточности Как он перебил... Ну, как, допустим, трунный инструмент Как он перебирает пальцами по струне И, например, тот же самый... Ну, то есть, ту же самую же музыку Другой человек может сыграть уже по-другому То есть, можно сказать, что... Каждый музыкант имеет свой почерк Типа, музыкальный почерк Во как Небось, наверное, музыканты и всякие там, типа, Единые личности такие Вот когда люди только начали бастовать Насчет того, что андроиды представляют нам большую угрозу Ну, как сказать, андроиды действительно представляют большую угрозу Но только не так, что они, типа... Решат, что нужно убить людей Нет, они просто отнимут у них работу И людям будет не на что существовать Небось, когда люди начали бастовать против андроидов Типа, они отнимают у нас работу Музыканты и всякие там блогеры Медийные личности говорили А, надо было просто хорошо учиться в школе Надо было хорошо работать О, то есть, надо было хорошо учиться в школе Чтоб, типа, хорошую работу найти А сами, небось, вообще в жизни ни разу не работали Просто достигли какой-нибудь популярности Случайным образом И все А теперь и у них, скорее всего, эту популярность отменяли Сначала они заменят музыкантов Потом всяких блогеров заменят Всякие витуберы Потом они станут уже не виртуальными, а настоящими Будут, эти, как его, блогеры-андроиды А людям вообще делать нефиг будут И то, когда... Что они, там, типа, говорили А, надо было хорошо учиться, хорошую работу найти Бла-бла-бла Сами ничего долтоком не достигли Просто повезло Стать популярными И все Не, ну, конечно, есть и другие музыканты Которые действительно Своим трудом достигли Но, знаете Так, фотография какая-то Обычно такие музыканты Не становятся популярными Потому что Для того, чтобы стать популярным Нужно быть Фигом музыкантом Для тебя За тебя должны делать все Твой менеджер и там подобные люди Там, типа, менеджер Звукорежиссер Так Это, типа, чтобы тепло было Ну, типа, постели готовим для Алисы Алисы Алиса? Так Ммм, журнал, журнал мы уже прочитали Так, что у нас тут еще есть? Открыть Так, осмотреть пистолет Выйти Ммм, пистолет трогать, наверное, не будем Эй, я сказал Ё-моё Зачем я пистолет взял? А Мы его обратно положили Фух Там уже надо мышкой было провести А не налево нажать А лево это и есть Капец Ну, ладно Поговорим Что-то произойдет, наверное Для чего нам нужно будет Пистолет Семья А у нас когда-нибудь так будет? Оптимистично Вот перейдем к границе И начнем жизнь заново Ты пойдешь в школу А я найду работу Так и будет Мы будем как все Главное, что мы вместе Это важнее всего Пойдем Тебе пора спать Так А с ним поговорить нельзя К сожалению Я бы хотел бы с ним поговорить тоже Лютер как-то отстраненно держится А Припад А так, давайте поцелуем Надо было приподрить Приободрить Точнее Сладких снов Хозя, в принципе, это тоже неплохой вариант Расскажи мне сказку, Кера У меня в памяти целых 9 тысяч сказок И для тебя найдется Так, принцесса, единорог, рыцарь Давай про принцессу Это сказка О принцессе Которой Нет Не такую сказку Придумай свою Это история О маленькой девочке Одной Которая жила одна В большом Старом Доме Она мечтала жить Как живут Обычные Маленькие Девочки Но Не похоже на других Ее жизнь была другой И от этого Ей было грустно И она Встретила Машину Тоже одинокую шоу Несчастную Которая тоже была Несчастлива И тогда Они решили Вместе убежать Другую жизнь Мирную жизнь И найти себе Настоящий дом По пути Они встретили Очень много Опасностей Но Храбрые Они были Такие Храбрые Что все Преодолели По пути Они Встретили Рыцаря Великан Страж Робот Стража Великана Доброго великана Который их защищал А чем все Кончилось Счастливый конец Они дошли До земли Своей мечты И жили там Счастливо Сказки Всегда Хорошо Кончаются А по правде Все не так Пора спать Завтра У нас будет Долгий день А ты мне пожелаешь Спокойной ночи Лютор Да Да Конечно Добрых снов Спи крепко Так Поговорить с Лютором Теперь мы можем поговорить с Лютором Отлично Она милая девочка Да Она очень храбрая Снег Планы Прошлое Лютора Блин Давайте про снег поговорим Снег все идет Что-то нам недоступно Нам завтра далеко идти Лучше выйти пораньше Чтобы никому не попасться Какие планы Ты уже знаешь Что будешь делать в Канаде Я пока не думал Никогда не был свободен Сейчас опять о прошлом спросим Свободен А он это так Хорошо звучит Разозлится на нас Как ноль Но я пока не знаю Что это значит Кайра Ты не видишь Странностей Странностей У Алисы Что? Ну я вообще-то не знаю Что? В каком смысле? Кайра! Так, блин Андроиды взбесились Так, что мы можем сделать? Защитить Защитить Алису Так, спросить Они тоже две Мы раньше работали в этом парке Не хотели вас пугать Просто иногда здесь бывают злые люди Вот мы и пришли проверить Что вы тут делаете? Мы просто хотели переждать ночь Утром мы уйдем Это ребенок Тут так давно не было детей Дети обожали приходить к нам Она грустная Нам в последнее время не везет Мы ей кое-что покажем Ей понравится Точно Она хочет посмотреть О, вряд ли она Тогда пусть идет с нами Алиса, я не знаю Что это делать Пойдем, Кайра Вряд ли у тебя есть выбор Да, вряд ли Пойдем Так Ну давай пойдем Они сейчас парк, наверное, запустят Хм, карусель починить Пожалуйста Включить карусель Так, стоп Пусть девочка залезает Карусель сейчас поедет Надеюсь, карусель не сломается Так, стоп Так, стоп Я впервые вижу ее улыбку. У нее было не так много поводов элипации. Интересный финал получился. Так, пиратская яхта. Поначалу как будто какие-то зомби поломятся. О, тут у нас король видела пистолет, мы еще что-то не сделали. Ну, знаете что, по идее, тут у нас только один исход был, и вариантов у нас особо-то много было. Просто мы кое-что еще не нашли и могли бы во время диалога кое-что использовать. Там в диалоге было заперто так, поговорить с Лютером. Наверное, мы вот здесь кое-что пропустили, чтобы... Да, ну да. Вот только здесь мы пропустили. Один момент, что-то не посмотрели. Чтобы потом можно было спросить Лютера, ну, то есть использовать этот, так сказать, диалог с Лютером. Потом мы еще что-то не нашли. Для того, чтобы использовать это в диалоге. Так, а мы еще что-то не нашли. Открыть сумку. Наружит пистолет. Кэра увидела пистолет. Не надо было увидеть пистолет, наверное. Мы могли бы не увидеть его, хорошо. Так, погасить... Защитить Алису. А, погасить огонь, нифига себе. Выхватить горящую палку. Спросить. Пригрозить. Отклонить. Сделать предупредительный выстрел. А, ну это если бы у нас были разные эти... Так как у нас оружия не было, то у нас, как бы, выбора отказаться тоже не было. А если был бы пистолет, возможно, мы могли бы и отказаться. Ну ладно, в принципе, меня такой финал даже устраивает очень... Я даже не ожидал, что будет именно такой финал. Это самый лучший из возможных, мне кажется. Так, ну что ж, на этом все. Всем спасибо за просмотр. С вами был Роман Расконников. До встречи в следующих видео. Всем пока.